1943 вторая мировая война из нее стреляли по фашистам и сейчас она все еще в рабочем состоянии хорошее русское оружие о советском оружии рван костель бывший разведчик французской армии знает не понаслышке когда-то он следил за военными базами ссср по долгу службы а теперь воюет за донбасс по зову души променять елисейские поля на сельске под донецком решил потому что как опытный разведчик уверен это не локальный конфликт к зимон директ именно здесь на донбассе произошла точка разлома между сша и россии я приехал сюда чтобы внести свой вклад в борьбу против агрессии америки она старается дестабилизировать ситуацию и использовать ее в своих целях как и в сирии уже в донецке рван познакомился с добровольцами из разных стран решили объединиться в интернациональную команду и даже вместе пошли учить язык преподает русский украинка бесплатно она приехала в донецк из киева после событий на майдане не на полу а на него не а англоксико николя француз русско-украинскими корнями его предки жили в крыму и в одессе эмигрировали после революции семнадцатого года а по профессии шеф-повар военную кухню освоил быстро в одной из самых горячих точек донбасса в поселке спартак николя рассуждает как мушкетер один за всех и все за одного он здесь за своих я здесь не по политическим убеждениям я приехал сюда потому что мои предки отсюда и это мой долг защищать жителей донбасса в тяжелый момент франческо приехал из барселоны раньше работал маляром для него битва за донбасс сражение за независимость народов ему как каталонца эта проблема особенно близка а кто такие соединенные штаты европа куда вы лезете европейский союз для европейцев америка для американцев а донбасс для жителей донбасса сша и европа поддерживают террористов он тоже там по своим делам саша русский немец много лет живет в германии в оккупах воюют против неофашизма есть тут и бельгийцы казахи сербы желающих влиться в ряды интернациональной команды еще больше на всех пока не хватает снаряжения обмундирование бронежилетов командир спецподразделения андрей из россии москвич несколько лет жил в европе владеет иностранными языками имеет боевой опыт поэтому общий язык нашли быстро с такими бойцами можно идти в разведку и ходят интербригада сейчас на передовой основная задача слеживания точек дислокации и передвижения противника мы следим за ними а они за нами говорят разведчики никогда не знаешь под каким кустом скрывается диверсант снайпер или ловушки когда будете идти идите по следу все равно но потому что можем могут быть мины опытные разведчики передвигаются почти бесшумно чего не скажешь о нас просеку советуют проскакивать быстро и максимально низко чтобы не стать мишенью при этом еще и под ноги смотреть мы сейчас находимся на нейтральной полосе которая так или иначе контролируется разведками с обеих сторон вот видите здесь проходит минное поле это вот такие зеленые устройства стоит на них наступить и все тут же следует взрыв за последние две недели два бойца старый звезды ног именно вот на вот этих минах нам повезло часть этих мин закладывали дилетанты и они заметны для профессионалов среди тех кто находится по ту сторону линии фронта вообще много людей с улицы считает в интербригаде и показывает брошенный украинский танк застрял в яме он говорят разведчики как символ самой украины которая погрязла в грязной войне против своего же народа я здесь уже семь месяцев первое время я работал в донецком госпитале это было ужасно там я увидел раненых и покалеченных людей меня это еще больше подтолкнуло взять в руки оружие и идти на фронт обо всем что видят в донбассе добровольцы пишут соцсетях спецслужбы не дремлют несколько испанцев по возвращению дома подверглись репрессии и держали под арестом французов вызвали на допросы угрожали и пытались вербовать как двойных агентов а ля гер ком а ля гер на войне как на войне обратного пути домой может и не быть они готовы на риски для них эта борьба не только с донбасс но и за общечеловеческие традиционные ценности которые сейчас размываются а здесь как говорит ирван женщины похожи на женщин а мужчины мужественны вот и сами они как истинные мушкетера не отпускают даму без букета спасибо спасибо